все последовательно нужно иметь знание как жить правильно но самое главное нужно понять что на все нужны силы для близких отношений нужны силы для работы нужны силы часто женщина говорит я не могу здесь работать это не моя работа просто силы кончились работа твоя просто ты устала тянет сил поэтому человек должен сильно планировать свои жизни сильно планировать время на то чтобы копить силы сильно планировать каждый день или молитва или природа или добрые люди общение с добрыми людьми очень важно сейчас у нас есть здесь клуб благость несколько клубов благость даже в разных городах есть другие разные варианты не обязательно клуб благость нужно общаться учиться общаться с людьми кто из вас клуб лагов сегодня жизнь поменялась поменялась все начали общаться жизнь потекла сразу женщинам особенно важно в гоме ли есть клуб благость есть вон девушка встаньте кто спросил ну вон 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 она вон спрашивает встречаетесь общаетесь у нас есть фестиваль благость это вообще потрясающая вещь это как это называется перезагрузка перезагрузка будет фестиваль благость приедет я вам точно говорю вы приедете туда на три недели уедете перезагруженными то есть у вас жизнь полностью заново начнет жить вы начнете заново жить поднимите кто съездил на фестиваль произошло перезагрузка произошла у кого кто еще съездил произошла еще как вот пожалуйста произошла не то слово вот все красивые песни которым здесь включая вниз нашего фестиваля там великолепно у нас артисты театр очень хорошие преподаватели весь день с утра до вечера люди любят всех желают счастья работают над собой с утра до вечера никогда не кончается и когда один ребенок у нас с мамой приехал там тоже для детей фестиваль благости есть и ребенок говорит мама я отсюда никуда не поеду так это просто для того делается чтобы вы почувствовали как надо дружить как надо жить вместе просто мы создаем такую атмосферу специально чтобы почувствовать и нас там конечно эти две недели это очень тяжело что все просто день и ночь трудиться вот но вам там это новая жизнь не только фестиваль благости есть много других способов как человеку найти свое окружение хорошее просто мы этим не интересуемся посмотрите поищите в городе столько возможностей всяких самое главное поймите цель не сидеть лекцию слушать нужно что-то делать где-то найдите где-то место что-то покормить у меня есть один знакомый екатеринбурге он сделал себе такие развлечения они создали свой клуб женой женский клуб и у них там происходит разные вещи которые даже не догадывался что так можно делать человек берет покупает шариков просто вот я вам рассказал что они там делали берет покупает шарики правильно останавливает человека на улице говорит говорит шарик хочешь тот говорит хочу он говорит напиши смс-ку маме я тебя люблю пишет смс-ку я тебя люблю отправляю получишь шарик следующий и так далее второй там была правда полиция с полицией разборки были второй случай не вот не в этом случае в другом слушайте короче одна фирма знаменитая решила сделать акцию называется бесплатная сигарета вот и поставили шатер такой и люди приходят получают бесплатную сигарету они поставили рядом шатер второй акция бесплатное яблоко в отмен за сигарету и короче те в шоке там они милицию наряд милиции вызвали а те говорят у нас акция все нормально мы же не обязательно их сигареты как бы любую сигарету даешь мы в отмен яблоко и демонстративно они поставили большую мусорку там урную вот и и там она горит все эти сигареты сжигают вот и люди говорят вот сигарета они прикалываются им интересно им все равно как бы сколько стоит главное приколоться они говорят вот сигарета что яблоко дашь он говорит да выдает и у него он закупил ящики яблок и сидит раздает за сигарету сигареты в мусорку они там дымятся все велиция приехала в чем дело он говорит в чем дело яблоки раздают ну ладно вы же говорит им мешаешь я говорю они мне мешают я им мешаю у нас такая жизнь они говорят моим братьям он говорит они моим братьям здесь портят здоровье я мешаю им это дело милиционер посмотрел и говорит я тебя уважаю ну ладно пошли я сам говорит клюну тебя уважаю в общем есть чем заняться куча возможностей понимаете в этом мире просто нужно начать так жить если вы начнете вот эту жизнь другую вас никто не поймет все будут думать вот сходил на лекции теперь смотри что с тобой произошло немножко будут сопротивляться родственники будут как бы возражать поднимите руку у кого уже напряглись родственники вот результат лекции посещение лекции но это нормально потому что вы меняете свою жизнь и когда человек меняет свою жизнь всегда это страшно это страшно но это нормально потом привыкают все близкие они потом сами благодарны поднимите руку у кого благодарны уже родственники было страшно стали благодарны вот уже видите все меняется это место это место чтобы задача пусть тихо